доброго времени суток сегодня хотелось бы поделиться обновками ну точнее как поделиться да и поделился с удовольствием кому надо есть чем поделиться кстати пишите но мы уже списывались в основном если через границу то тяжело так то ну если кто-то в украине интересуется могу покажу сейчас что могу собственно говоря отдать в хорошие руки итак пришло мне больше сегодня ну показываю то что пока выбрал ну начнем по порядку либель есть коллекцию меня вот он и вот пришло мне 5 штучек из этих пяти штучек ну вроде как одну я выбрал тут попросил с человека с целой геометрии ну видимо как мог вот одна у него там целая их толпа была вот это все-таки какая-то подмятая ну в общем пока на данный момент пока снимаю обзор пока вот на замену выбрал эту почему такая ситуация 6 лебелями не особо везет от пули на либель ну ну просто вот ничего не делалось вот просто пули ничего не делалось не чистилась ничего вот она как есть так есть пуля нулячая все видно четко клейма и вот не пули попадаются а гильзы вот всегда какая-то с чем-то но пока лучше из того что попадалось у меня вот у нее такой щербатый горловинка сейчас покажу где она тут более щербата вот здесь ну видно да ну так целом геометрия как бы хоть хоть геометрия целая но и она американская знаете как бы я говорил уже да у меня клейма там не в приоритете но все-таки как бы французский патрон первый патрон под бездымный порох военная вот ну и а по-моему и вообще первое иметь его с не с не французскими как бы клеймами тоже но тут армейские клейма уже французский не смотрел честно говоря еще что за клейма не проверял ну вот т.е. c.н. ну си.н. 2 и по моему нижний ну что-то типа подчеркнутого и 18 посмотрим если попадет еще он вот со свадьбами у них кстати неплохо у них пуля закатывалась накаткой в каннелюру поэтому они все в принципе но это я кстати первый закласснул раз то есть до этого пытался всунуть но не до конца там песочек был я его палочкой из дульца повышкрябывал ну сохран такой неплохой песочный это у нас присылают с на западной явно вот у них там первая мировая застала их вот ну в общем не знаю короче там капсуль бердана две дырки особо там показывать нечего вот тут промучаемся больше там застала до первая мировая как мы все помним а здесь у нас через днепр не было и у нас они соответственно встречаются реже там почаще вот они их там выставляют целыми там сотнями десятками на продажу но я попросил человека говорю мне столько не надо мне вообще одну надо ну выбери пять штук самых целых я у тебя их заберу вот ну собственно говоря вот эта штука так что вполне возможно будет замена давайте добавка вот это единственное что добавится в коллекцию потом ну скажем так пока у меня такого не было это снаряд был бронебойно-трассирующая но по ней обзора не снимал вот заодно и сниму значит разберусь наконец-то с этим флаком почитаю про него плотнее вот а это к нему какой-то уже с взрывчатым веществом внутри ну то есть какой-то фугасный там разрывной не знаю он пришел не с гильзы вот гильза у меня получше все таки я посмотрел по крайней мере геометрия так точно хотя да не ну не суть скажем там пришел он с гильзой ну тем не менее вот к этому боеприпас у меня появился второй снаряд конечно он сильно много металла потерял видно железо поела крепко парень его крепко заполировал есть тут клейма взрыватель вообще на взрывателем по моему какой-то нержавеющим по моему алюминиевый кто его знает откручивается на вот это конечно тоже надо отдельно держать а тут уже левая резьба потому что против хода что внутри не откручивается это собственно я так понимаю то чего он взрывалась внутрь и взрывала все остальное вещество вон он до взрыватель алюминиевый под по весу слышно сейчас иголка там иголка там вот ну такое крыль внутри понятно он красивенький целенький здесь видимо трассер был он еще и как-то усквозненный наверное что-то с ликвидатором то есть вот трассер он же ликвидатор то есть если полетела на какую-то длину дальше не куда он не встрял таким взрывателем то догорает и взрывает его отсюда до в авиации по моему но да 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 видимо вот это какое-то она но не знаю пока никак не называются ничего я жарю по артиллерии вообще не специалист вроде казалось бы позор немцы ну в том смысле что немцы у нас тут везде немцы вот ну по второй мировой немцев у нас очень хватает всяких и таких и таких погуляли здесь ребятки вот ну и не только у нас вот понятно это касательно снаряда ну так ничего вроде бы что-то я не помню недорого относительно купил и вот купил тоже то что у меня уже есть тоже что-то там недорого гривен не буду врать я сегодня три разных посылки получил один день как-то они так все состыковались вот ну весь этот он боксинг я что-то не захотел снимать а ну как-то интересно вот вот мое то что у меня то что входит крема обзор у нас есть а вот это то что я купил интересно он тоже вот как и с либеля лучше моего геометрические но буквально нас когда там на сантиметр с одной стороны он лучше дульца то есть у этого явно более шершавая видно на разница и поэтому признаку моему в принципе буду заменять наверное но он во первых покрыт лаком если этот лак на воде то это аминь я с ним ничего не сделаю если он на чем-то там на каком-то растворители на бензине еще что-то то-то трупа смотрю что она будет или на бензине или на шестьсот сорок седьмым там шестым я не помню как у меня есть ну короче ацетоновый как вот вот ну тоже пуля в него кстати входит он тут такой ну в принципе знаете он и вот больше 30 деревянкам или 30 или 35 гривен он его видимо больше как сувенирчик как бы сделать то есть не исторично да но он с другой стороны грамотно то есть не поломал то есть до бумажечку наклеил хочешь бумажечку отклей ну как бы взял намочил там отклеил бумажку от те тоже твоя пуля этот самый и гильза тоже не зачищена там прям в хлам чем-то то есть аккуратненько помыто я так вижу и просто пролакирована может чем-то не не кислочная явно по крайней мере мне так кажется не похоже что она кислочина кислота под эту черноту выбила может электролизом под после электролиза бывает похожая штука я показывал на манлихере 8 на 50 манлихере может это даже и не лак потому что я спросил каким лаком они вот в капсуле так она слишком переливается ну а ну да но такого похожая поверхность она слегка притемненная такая клагирована я аж удивился но человек честно-то сказал что электролизом чистил если электролизом чистил то в принципе я ее оставлю хотя ну не до такой степени от что-то мне не нравится вы к нему электролизе если лаком и не водяной с водяными я ничего не сделаю ну ладно это все такое философские рассуждения будем пробовать по крайней мере пока на данный момент поверхность у него хуже чем у моего вот у моего поверхность вот ничего не делалось поверхность явно лучше но дульцы все-таки щербатая то есть ну не идеалочка все равно придется менять поэтому не знаю шила на мыло рано или поздно найду я идеал очку и не время от времени где-то попадаются продаются но пока у такой с другой стороны какая-то емкость не знаю только под что потому что допустим я думал под таблетки ну по приколу да там вот как по приколу она стреляна ну так не вызывает никаких такая явно видно что не боевой ну типа как сувенир да ну свинец какие таблетки если свинец вот это я как-то ну да то что что-то пищевой ну короче не придумал я ему применение так красиво может кому-то малому подарю не знаю но этот видите историчный ничего не кисочный да все таки приоритет своему пока оставлю свой не настолько сильные преимущества да и клейма у меня четкие здесь по тульский за 82 год но тульский патронный завод 882 год но они забиты то есть их еле-еле видно это решила я таких много встречал что по тульски в зену почти вот это тульский почти не видно в разных там вариациях поэтому пока остается этот ну вот в принципе такие обновочки обновочка точнее 1 и 1 возможно скорее всего будет замена под лебели очень большой долей вероятности ну скажем так будет замена потому что она работает все так же даже вот держится она в дульце лучше дульце гораздо больше сохранилась тут она вот цилипается тут она вроде как не ну если так она просто она понимаете как предка при подымается вот так так нету здесь явно а здесь явно но на этом все всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности ну